Московский межрайонным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью младенцу. По версии следствия в период с 14 по 15 сентября 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов Твери, не желая больше слышать плач внука своей сожительницы, взял малыша на руки, перенес на балкон и сбросил вниз с четвертого этажа. Младенец чудом выжил. С тяжелыми травмами он доставлен в реанимацию. В результате слаженных действий следователей следственного комитета и сотрудников регионального ОМВД подозреваемый задержан, установлено, что ребенка воспитывала одна мать, которая привезла его к бабушке и уехала по своим делам. В рамках расследования уголовного дела следователями Следственного комитета Российской Федерации будут установлены причины и условия, которые способствовали совершению указанного преступления. Также изучаются условия проживания ребенка, состояла ли данная семья на учете в органах профилактики. С теперь уже обвиняемым мы встретились 17 сентября в Центральном районном суде города Твери. Он заявил, полностью признает вину и раскаивается. Говорит, был сильно пьян и не отдавал себе отчета в том, что делает. Плачущего младенца мужчина принял за надоедливую куклу. Вы подумали, что это игрушка или что? Да, да. Что это игрушка? Умереться. И потом легли спать? Да, видимо, да. Ничего не помните? Ничего. В момент совершения преступления бабушка месячного мальчика крепко спала. В тот вечер она пила вместе с сожителем. Мать ребенка принесла малыша к родственникам вечером в пятницу и, по нашим данным, ушла куда-то выпивать. Младенца спасло то, что он упал не на асфальт, а на землю. Крохотное тельце в пять часов утра обнаружили соседи. Они и вызвали полицию. Бабушка мальчика проснулась, когда сотрудники правопорядка уже были в квартире. Матери-младенца дома так и не было. По нашим данным, сегодня мальчика перевели из реанимации в общую палату. 17 сентября в Центральном районном суде города Твери в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. В Ишневолодске межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть четырех человек. Информация о случившемся в правоохранительные органы поступила 16 сентября. Незамедлительно на место происшествия выходили исполняющие обязанности руководителя следственного управления и наиболее опытные сотрудники отдела криминалистики регионального следственного комитета. По версии следствия, 15 сентября вечернее время 44-летний мужчина пришел в одну из квартир поселка Зеленогорский Вашневолодского района в гости к своим знакомым, 36-летней женщине и 44-летнему мужчине, с которыми совместно употребил жидкость из бутылки, которую принес с собой. Затем мужчина направился в гости к 51-летнему приятелю, с которым они употребили аналогичную жидкость внутрь, после чего 16 сентября его тело и тела трех лиц, которыми он употреблял жидкости, были обнаружены. Для установления точной причины смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы и судебно-химические экспертизы жидкости, содержащиеся в бутылках, изъятых на местах происшествий. Кроме этого, следственными органами Следственного комитета направлено поручение сотрудникам регионального ОМВД России к скорейшему установлению места производства и покупки жидкости, изъятых в ходе осмотра мест происшествий, а также установление сбывшего ее человека.